Это не приведет к обычаям, это приведет к случайным жертвам. Обыкновенная пьяная ботанка, только и ножом, а... Да, вот я привожу пример. Я сам не кью, не курил, по увесительным заведениям сажу редко, по полный раз пошел в ночной клуб, час-два-три проходит, люди выходят покурить, выходят дышать воздухом, рядом с клубом стоят уже кучки, кто-то собирается бить кому-то морбу, кого-то уже отводят за угол. Люди пьяные, открыты себя не контролируют. То есть, если у них будет оружие, то... Проблема в том, чтобы выставить человека за то, что кого-то назвали козлобой, грубо говоря. Смотрели, у них не будет. Но тут есть статистика. Не менее, в Клющей Молдавии и в странах Балтии, если та же самая статистика, после введения легализации как раз вольного оружия, сразу же в течение полугода снижение на 40-50% насильственных преступлений происходит. Это не совсем верно. Оружие было введено в 1994 году. Многие социологи сводят снижение преступления не на введение оружия, а на то, что схлынул бал в преступности, который был пророждён развалом Союза. То есть, люди либо сели, либо степенились, и в преступности было. На данный момент можно получить легальное двукоствольное оружие. Для этого нужно пойти, насколько я понимаю, курсы, медицинское обследование, дом установить детей, показать его участковому, вернуть ему оружие и поставить, и поставить его. Так, по идее, легально и сделали 5 миллионов. Нет, не 5 миллионов. Начнём с того, что у меня 3 единицы, у кого-то 10 единиц, у кого-то 90. То есть, реальное количество владельцев. Поксимальное 5 единиц гладкого, 5 единиц нарезного и 2 единиц оружия ограниченного поражения. Это не считая людей, у которых есть лицензия на коллекционирование. То есть, уже это сильно сложно. То есть, вы делали команду боевого оружия? То есть, можно вот эти 5 миллионов смело берить на 2-3. Понятно. Ну, скажите, вот я с такой собакой, допустят, у меня защитники животных, с проблемой, то есть, ощущается то, что с нападением участок собак, тем более рискованное, да? И часто случаи, истории, слышу то, что люди рассказывают, как с драматическим оружием, то есть, обраняются от собак, да? Не может ли это вот именно реально какие-то обранения от тех же собак, да? То есть, пособка пистолета, да? Нет. Нет. С каким-то успехом можно обкубать и обраняется газовым заболочком. Кстати, вопреки распространённого мнения, где-то нормальный, сколько баллов, он будет с длинной кинутюбакой, и длинной кинутюбакой, и длинной кинутюбакой. То есть, подсказание, средства у нас есть. Средства у нас есть. Есть те же стороны. Пистолеты тоже, вопреки мнению о том, что они не эффективны. Есть пистолеты третьего поколения, есть реформенные патреоны, украинские, и медрёл, поэтому знающий человек может выжить со своего пистолета, но не 91 желудок, а 190. То есть, это не проблема. Средством урона, да, по видам, значит, вооружений. Дело в том, что травматика, она эффективна при поражении только в голову, это весьма сильный урон. А вот краткоствольное, оно останавливает, это именно не убивающее оружие, а останавливающее поражение в корпусе. Нет, тоже не совсем верно. Я хочу сравнить, это с дробовиками, теми же дробовик попадает, это сразу же смертельное оружие. А вот теми же, как раз с воинами, в общем-то, это не смертельное оружие. То есть, там можно лукать в какой-то нежизненно важный орган, если он будет установлен, обезрежен, а не убит. Это тоже не совсем справедливо. Потому что даже термотический пистолет, теми же, 91 желудок, он сделает дырку. Дырка – это кровопотеря, и в случае, если кросс будет не остановлен, будет смерть. Разницы и такой нет. Ну, если человек в курсе нападающий, например, то лежат и обороняющийся остается прият только в голову. А если бы у нее был короткоствол, она должна была тем же успехом перезмотать, если бы у вас будет смерть. Сейчас, видишь, что еще подсих. А, да, да. Нет. Ну, давайте представим, что, да, девушка получила 25-летнее оружие. Пройдя все требования. Ну, да, получила такое серьезное карте, да. Идет домой и на нее тут нападает. Ну, не важно, какой он преступный элемент. Она ему стреляет в ногу. Человек, собственно говоря, в состоянии эффекта. Она ему выстрелила ногу. Она остановится на этой ноге. Она не выстрелит в ногу, потому что большая доля вероятности пистолет будет в сумке. Она лишится этого пистолета в сумке. То есть, вот яркий пример. Люди говорят, у меня будет пистолет, я буду ходить, где я хочу. Представь, как человек идет с пистолетом, к нему подходит мастер Петя Гриша, просит курить. Если он достанет пистолета и начнет по ней стрелять, он сядет. Если он скажет, что я не курю, он получит двойку в голову, свет, и это выключится. И он отдадет не только телефон, деньги, но еще и пистолет. Потому что вот момент вот этот, сам оборона, он нигде не расписывает. Ну, вообще, вот сейчас это, конечно, оружие, с которой я должен начинать. Вот такая гипотетическая ситуация, что человек может моментально расстаться со своим оружием, и, значит, преступность получит еще одну единицу нелегального оружия уже. Она будет характерна как раз для теперешнего положения вещей. Если будет вводиться закон о легализации, то, соответственно, просто так с двух сего раз, вы что не понимаете, такое не происходит, выключается. Уже правил предъявительной практики. Этому закону должно соответствовать целая куча сопутствующих мер. Например, ужесточение оборота любого оружия, ужесточение оборота патронов. То есть, допустим, та пуля библиотеки, которая сейчас есть, она находится на высоком уровне, конечно, но ее придется все равно расширять, улучшать работу. Придется вводить, так сказать, кучу обслуживающих различных мер. Это пиры, инструктора, школы. Скажем так, это же за деньги, кто получает оружие. Это, понимаете, другой уровень культуры. Сейчас оружейной культуры в России, вот именно в каком-то условном оружии, его практически нет. Оружие ограниченного поражения, оно не подразумевает, ну, сейчас по нашему законодательству, оно не подразумевает уровень, так сказать, общения, ну, не общения, а уровня пользования. Это нет обязательных экзаменов, допустим. Ну, при получении, при получении. Курсы, курсы, то есть, да. В Европе, в Америке, скажем так, где очень высокая культура, или оружейная культура очень высокая, то есть, чтобы получить разрешение на пользование, нужно около месяца, например, регулярное занятие. Это, ну, по деньгам примерно около 500 долларов уходит. Да. Каждый читателем занятия, в каждом своем, но, в каждом своем, вы понимаете, что, если обобщить общие камни, то схема, схема, талантная, например, чтобы, допустим, в той же юте, надо, чтобы получить, купить оружие, вам не надо получать разрешение на службу в полицию, не надо сдавать оружие. То есть, вы находитесь в базе данных уже с рождения. Если вы посредник там, где-то наркологика стоите, приходите в магазин, вам это оружие просто не продадутся. Можно прийти и купить штурмовую винтов даже без документов. Положите в багажнике и уехать в 2 часа. Можно. Дорогие, понимаете, я нас немножко перекрываю, у нас две митильные подходят к концу. Давайте каждому послову в фразе какой-нибудь адресованному, так скажем, абстрактно 7 гражданам России и обществу по теме нашей. В те моменты мы сможем осудить воскресенье на митинге в 2 часа у медведя, 21 апреля. Хотел бы обмечать маленький миф, то что, когда говорят россиянам, надо дать право на оружие, у нас право на оружие уже есть. И оно больше, чем в некоторых стабилизованных странах. В общем, согласен, но самое основное, что необходимо, это пересмотреть правопримительную практику. И самый большой довод против, это то, что нашим органам власти придется работа. Спасибо большое всем за дискуссию, что у нас сегодня мини-сжатый получился. В общем, я хочу сказать, что право каждого на свое мнение есть. Я лично сильно услышал такую точку зрения, что россиянам есть, чем обороняться. Если это умело применять, то можно очтиться от любой информации. Поэтому вперед. Главное – это умение. И все. Спасибо. Спасибо. Любовь.